данное видео я готовила довольно долго просто даже не знаю с чего его начать то что я расскажу вам о таком понятии как владыка вот у древних славян полагаю должно сильно заинтересовать вас но в конце скорее останется больше вопросов чем ответов которые впрочем не оставлю без внимания в следующих видео так в чем проблема спросите вы у современного человека владыка вот в славянской мифологии однозначно ассоциируется с водяным тому вина современный кинематограф а в некоторых случаях даже многое литература на деле же ситуация намного сложнее сотворение мира таким каким знаем мы его сейчас то есть вселенная время небесный чертог в поверье славян участвовало много богов даже как власть над стихиями передалась кому-то из них но тогда когда каждому из трех элементов а именно огню земле и воздуху покровительствовал теперь отдельный бог с водой вышло все иначе начну с того что во всех народах мира вода никогда не было чем-то единым существовали моря и океаны реки озера роса даже под слезы и кровь что ясно не могло входить в понятие единой стихии даже дожди бывали летними и весенними дневными и ночными так что одного однозначного главного владыки вот не было вообще никогда не в чьей истории мифов хоть водяной и был сильно популярен у древних славян его всегда почитали задавали были и боялись однако чтобы назвать его повелителя рек озер и морей у них язык бы не повернулся но вот тут то и начинаются трудности дело в том что славянская мифология невзирая на в основном единый корень часто разнится в зависимости от эпох и места где именно проживали наши предки одним из самых ярких примеров данного явления и был водяной чей каноничный образ обитание его и поведение частенько отличаются это безобразный старик с рыбьим хвостом полуголый он или одеты в красную рубаху может пучеглазое существо опутанное тиной с рогами он или безрогий живет он в колодцах водоворотах возможно под колесом мельницы злой он добрый или безразличный любое подобное описание найдет под собой подтверждение однако достоин любой из этих образов звание повелителя рек озер и морей когда мы это слышим нам видится совершенно иные более величественные создания а водяной скорее со всеми своими качествами приравнялся бы к чертям домовым или иной нечисти владыками скорее представляются такие боги как посейдон или нептун которые казалось бы никакого отношения к славянам не имеют и не мудрено выходов к океанам и морям у наших предков было не так много а вот рек не счесть но даже они прошу заметить покровители только морей и океанов и снова ни в коем случае не владыки вот тем не менее был у славян бог с кем можно сравнить аналогов с римской и греческой мифологии и имя его не те источники которые я находила часто путают его свин нечистью возможно это из-за трудности перевода или какой другой причины а ведь не такой же бог океанов и морей покровитель мореходства и рыболовство изображался с трезубцем управляющим штормами и бурями а также морской раковины с помощью которой вызывал свое подводное войско в основном касаток дельфинов и китов он обладал прекрасным подводным царством однако по поверьям большую часть времени проводил в небесном чертоге в окружении своих дочерей его имя часто связывают именно с нептуном а покровительство относят к народу антов проживающих ранее на территории украины и малороссии находятся даже исследователи которые считают антов народами атлантиды а именно их покровителем как мы помним является посейдон но классические ученые никак не связывают антов с атлантами в любом случае сравнение интересно вот я и поведала вам некую долю посвященной такой необъятной теме как владыка вот в славянской мифологии мире моего романа жизнь духа нашего доля чести такие факты имеют огромное значение в повествовании так что подписывайтесь на канал ставьте лайки а также пишите в комментариях чем я возможно не права своих рассуждениях ну а с вами была марго спасибо за внимание всего доброго